Дождались. Польша, наконец, привела в соответствие с регламентами Европейского Союза и США национальный закон об иностранцах. Он связан с подачей и получением рабочих виз для граждан других государств. 1 декабря 2020 года случилось то, что мы так давно ждали. Поправки, опубликованные 28 октября этого года, вступили в законную силу. Жаль, что процесс немного затянулся, так как изменения напрямую связаны с присоединением Польши к американской программе безвизового въезда Visa Wiener Program от 11 ноября 2019 года. Напомним, поляки могут поехать в США без визы. Достаточно получить согласие в электронной системе авторизации ЕСТА. Так что хорошего произошло? Какие перспективы открывают для нас данные изменения? Во-первых, будет решена самая главная проблема – подача на рабочую визу по месту жительства. Поправки дают заявителю право выбора. Теперь можно подавать на визу в любом удобном месте, в любой стране, в том числе и в России. А здесь процесс всегда был достаточно быстрым, да и статистики положительных решений выше на порядок. Единственное требование – это легальное пребывание в стране. Во-вторых, по новому регламенту срок оформления визы будет 15 дней. В особых случаях – 60 дней. Важный момент. Раньше при планировании поездки на работу в Польшу документы можно было подать за три месяца до поездки. Теперь это можно сделать за полгода до предполагаемого выезда. Эта норма однозначно разгрузит визовые отделы консульств Польши. Будет меньше очередей. Согласно принятым поправкам изменится анкета для получения визы, а также образцы сопутствующих документов. Например, формуляры об отказе в визе или об отказе при апелляции. Изменятся и сроки подачи апелляции при отказе в визе. Вместо семи дней он будет увеличен до 14 дней. И это действительно прекрасно. Часто люди просто не успевали подать апелляцию, хотя в 99% случаев после исправления недочетов визу давали даже после отказа. Будут введены новые требования к полису медицинского страхования для иностранцев. Еще одно изменение в законе касается всех иностранцев, желающих получить польскую визу и въезжающих в Польшу. Иностранцы обязаны иметь при себе документ о медицинском страховании, действительный в течение всего периода пребывания в Польше. Как правило, страхование работников – это ответственность работодателя. Казалось бы, все прекрасно, но нет, есть и ложка дегтя. Консульский сбор увеличится с 35 до 40 евро. Такие новости. Спасибо, что вы с нами и рекомендуете наш контент вашим друзьям и знакомым. Переезжайте, богатейте, получайте новую профессию, опыт и навыки за границей.